Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, разбираем события минувшего торгового дня и смотрим, как они отработались в динамике тех финансовых инструментов, которыми мы спекулируем. По итогам торговой сессии понедельника можно сказать, что на рынке развилась коррекция. Но эта коррекция носит чисто техническую природу, потому что сейчас, когда мы начнем снова погружаться в фундамент, мы лишь выясним то, что общий фон стал еще более сигнализирующим в пользу того, что нужно сбрасывать сейчас рисковые инструменты, разумеется, на долгосрочной основе и ставить на повышенный спрос на защиту. Франк, дракт, металлы, облигации по доходности мы сейчас как раз поговорим и, конечно же, на японскую иену. Нефтянка, друзья, у нас 61 долларов за баррель. В принципе, наша цель 60, она уже скоро, я уверен, падет. Нефть неуклонно движется в этом направлении. Вчера покупатели также пытались отыграться чуть-чуть, но все равно свеча была закрыта на отрицательной территории. Поэтому я абсолютно уверен, что мы как минимум в ближайшие дни протестируем планку 60, закрепимся ли ниже, будет зависеть от того, какой в этот момент будет информационный фон. Сейчас снижение обусловлено, как я уже отметил, общим нежеланием трейдеров рисковать. Это действительно так. Из-за торгового противостояния США и Китая сейчас, в принципе, можно говорить еще и о новых решениях, мне лично непонятных США относительно тарифов на мексиканские товары. Почему я в этом контексте сейчас говорю про нефтянку? Потому что, между прочим, штат является ключевым импортером мексиканской нефти. Поэтому, если чуть-чуть порассуждать, можно прийти к выводу о том, что именно американские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с дефицитом предложения, нехваткой сырья, что, в конце концов, приведет к резкому сокращению запасов на внутреннем рынке. И, казалось бы, разве это не прекрасная основа для роста котировок нефти? Я думаю, все равно, что нет, друзья, потому что, конечно же, американские нефтеперерабатывающие заводы без достаточного предложения не останутся. У них ведь есть собственные производители, которые по текущему показателю нефтедобычи уже добывают 12,3 миллиона. Это рекордный показатель. Поэтому будет лишь увеличена загрузка, и, соответственно, штаты выйдут на новый показатель по производству. Рост добычи в США – это традиционный для нас с вами фактор, почему нефтянку мы продаем. В целом, тот новостной фонд, который сложился сейчас, можно разбирать следующим образом. Санкции, которые действуют со стороны США в адрес Ирана и Венесуэлы, очень непростые торговые отношения с Китаем, что, в конце концов, приведет к замедлению темпов роста китайской экономики. Вот эти пошлины против Мексики – это, в конце концов, то, что омрачает перспективы мировой экономики, что, разумеется, будет бить еще и по показателю спроса. Поэтому у нас потенциально, друзья, впереди рост нефтедобычи в США, как я уже отметил, плюс страна ОПЕК, которая, скорее всего, не будет продлевать действия энергетического пакта на второе полугодие. Ну и, конечно же, потенциально более, скажем, существенное снижение спроса на нефть. Поэтому, в целом, мы выходим на прежнюю идею, в соответствии с которой нефтянку нужно скидывать. Цель, я думаю, друзья, понятна. Конечно же, сейчас лучше не лезть в рынок, если вы не приняли решение об открытии коротких позиций ранее, потому что сейчас мы уже, в принципе, близки к тем значениям, после которых может пойти очень серьезная коррекционная игра. Ну, о ней мы поговорим позже. Доллар-иена 107.96. Вчера мы констатировали с вами на брифинге уровень чуть выше 108. Говорили о том, что это минимальное значение с января 2019 года. Сейчас ситуация стала еще более благоприятствующей для нас, для продавцов доллара против иены, поскольку мы протестили уже 108 и находимся ниже. Я повторяю, друзья, то, что центральными темами для всех финансовых рынков является противостояние США и Китая, тема политической неопределенности в Brexit, и, возможно, мы не должны далеко упускать тему рецессии в Штатах. 1 июня, как вы знаете, вступили в силу пошлины Китая против американского импорта. Мы помним то, что на прошлой инзеле Китай допускал возможности использования зависимости США от резко земельных металлов. Это, в конце концов, усиливает вот эту торговую конфронтацию. И, скорее всего, США будут отвечать. Ответить они реально могут. Уже есть дорожная карта, которая обсуждается. Это установление пошлин по ставке в 25% на оставшуюся часть китайского импорта. Это еще больше 300 миллиардов долларов. В общем, к этой теме мы еще и вернемся не раз. Соответственно, геополитика, все вот эти риски привели к росту доходности трежей. Собразовалась инверсия между краткосрочными и долгосрочными облигациями. И это позволило нам говорить о том, не находится ли экономика США в рецессии, либо, по крайней мере, уже на пороге такому неприятному экономическому состоянию. Я думаю, что доберемся мы и до факта того, что это действительно так. Но пока что смотрим еще параллельно на статистику, которая не радует. Индекс PMI в производственном секторе снижается. 55,52,6 АСМ 52,1. Это тоже оценка производственного сектора, только более объективное. Снижение с 52,8. Друзья, ну какие еще доказательства нужны? Хотите посмотреть на сферу услуг? Она у нас будет позже на этой неделе. Но уверенный там, также мы зафиксируем значение с минусом. И в пятницу у нас данные по Non-Farm Perils. Я ожидаю снижения темпов роста зарплат, что в целом должно стать еще одним фактором давления на доллар. Ждем, друзья, 107. Почему бы нет? Австралиец против доллара 0,69, 0,68. Считаю, что сейчас нужно пользоваться возможностью открывать короткие позиции, потому что буквально пару часов назад Резервный банк Австралии снизил процентную ставку, что произошло впервые с 2016 года, на 0,25 базисных пунктов. В целом это действия, которые направлены на стимулирование экономического роста и рынка труда. Ну, посмотрим, к каким последствиям это приведет. Могу лишь одно сказать, друзья, что одного снижения процентной ставки будет маловато, поэтому мы с вами настраиваемся до конца этого года еще на два. Как ранее подметил верно JP Morgan, на прогноз которого мы также ориентируемся. Поэтому нисходящая динамика это неизбежно. Для австралийцев пользуйтесь этим, такая же динамика будет свойственна и для новозеландца. Доллар канадец 1,3442. Мы снова очень скоро окажемся выше планки 1,35, потому что канадцу будет практически не под силой конкурировать и противостоять снижению цен на нефть, что становится все более и более очевидным. Плюс ко всему, еще вчера вышел индекс активности PMI 49,1, друзья, 49,7, то есть мы говорим о производственном секторе, который находится ниже уровня 50, то есть в зоне стагнации или даже уже тотального спада. Еще один стимул для того, чтобы Банк Канады также вернуться к вопросу снижения процентных ставок. Евро против доллара 1,1246. Ждем мы заседания Европейского центрального банка и копим перед заседанием аргументы для Драги о слабоэкономической конъюнктуре. Вчера индексы производственной активности Германии и еврозоны, которые продолжили указывать на то, что сектор находится также ниже 50. Хуже и быть не может. Я даже не знаю, каким образом, если Драги и подумывает сказать о восстановлении экономики, за что же он зацепится. Думаю, что это будет парадоксом, констатировать какой-то прогресс на фоне таких цифр. Поэтому, скорее всего, мы получим детали операции Тейл Тейро, нового раунда экономического стимулирования, который должен ударить по курсу евро. С фунтом ситуация прежняя, друзья. 1,2661. Мы ждем 7 июня. Ждем подробности о преемниках, о их планах на выход Англии из состава ЕС. И параллельно смотрим на статистику. Индекс активности также в минусе с 53,1 до 49,4. Это активность в производственном секторе. То есть тоже тотальный спад. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.